Доброе утро, дорогие друзья! Итак, сегодня необычный день. Сегодня завершение седьмого день праздника Суккот. Называется он Ашана Раба. Это связано с тем, что сегодня произносят такие специальные дополнительные молитвы о спасении. Ашана, спаси нас! То есть это вроде бы как и продолжение веселого праздника Суккот, но это очень серьезный, очень каббалистический, очень такой жесткий день, когда написано, что сегодня Всевышний наконец скрепляет печатью решение о тех благах, которые получит мир и каждый из нас в наступающем году. Ашана Раба поэтому отчасти напоминает Йом-Кипур. И в этот день очень важны раскаяния, молитвы. Но все же надо помнить, что радость и веселье, оно будет продолжаться потом праздники Симхат-Тара и все это. Но это уже после вынесения приговора. И так все выделено. К каждому из нас, каждой стране, каждому человеку выделено какое-то количество и только хорошего. Вот оно все выделено. Как его получить теперь? Ведь человек это такой большой сосуд. Если он полон собой, то куда ему налить? Вот тебе дали 100 килограмм счастья. А у тебя некуда, у тебя все забито маленькими бутылочками, записочками, шмотками, чем хочешь. Если человек представляет в виде шара, то для того, чтобы тебе что-то попало, надо создать сосуд. То есть уменьшить свое Я. Если твое Я расширяется на всю вот эту вот, ну я знаю, круглую или какую поверхность того сосуда, Бог и рад тебе выделить, но вот выделенное послание не дойдет до тебя, потому что от тебя некуда было его налить. Надо немножечко подумать над тем, что Я может сказать только Всевышний. Надо подумать только немножечко над тем, что мы, этот мир немножко другой, чем мы думаем. Чем меньше мы уменьшаем себя, тем больше даем возможности Богу нас возвеличить. Это очень такая сложная формула. Теперь несколько слов. В мире, в котором мы живем сегодня, ну вы видите, опять коронавирус, опять какие-то проблемы, опять какие-то болезни, опять какие-то сложности. Вечные-вечные проблемы, которые не дают нам вздохнуть ни одного дня. Что же нам делать? Есть ли какое-то спасение в этом мире? И отвечают, да, Тора предлагает нам формулировку. И она говорит, запоминаем и записываем. Первое. Надо быть чем-то занятым. Свободное время убивает человека. Безделье вредит человеку. Занимайся чем-то. Все время ищи себе миссию, ищи себе работу. Не оставляй себя один на один с пустотой. А вот один на один с собой можно. Но для того, чтобы посидеть, подумать и не занимать этим целые сутки. Второе. Если вы что-то делаете, что бы вы ни делали, делайте это ради Творца. Говори, что я твой партнер. Вы смотрите, какое у тебя сумасшедшее партнерство. Постоянно обращаясь к нему с молитвой, ты не просто улучшаешь свою ситуацию, ты делаешь ее коренным образом иной. И третье. Радуйтесь тому, что вы делаете. Радуйтесь, чувствуйте себя счастливым. Улыбайтесь, учитесь улыбаться. Откуда мы это берем? Откуда это я лично беру? Можно сказать, надо плакать. Написано. В Торе. И падут на тебя все эти проклятия от того, что ты не служил Творцу в радости. Ну. То есть нам надо делать служить Творцу и в радости. А у нас все остальное. Написано, все остальное у нас есть. У нас нет только вот этого. Понимание того, что в мире есть все. Но радоваться мы просто этому не умеем. Мы все время хотим еще, еще. Или какая там лучшая машина, лучшая квартира, лучший шмот какая-то. Но это не так. Вообще приобретение физических влак, оно должно просто, ну, как бы освобождать больше времени для духовной работы. А не занимать всю жизнь человека. Итак, сегодня Ашана Раба. Я хочу пожелать нам всем, чтобы на небе был скреплен самый лучший приговор для нас всех на следующий год. Каждому из нас и для всех вместе. Чтобы мы сумели создать каждый вместе и отдельно сосуд, в который это было налито. Брахава от слаха. И всего самого-самого лучшего. Продолжение следует...